Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия 24. Мы передаем пламенный привет всем нашим телезрителям из поселка Нижний Куранах. И сегодня я рада познакомить вас с девушкой, которая увлеченно занимается любимым делом, а в частности рукоделием. А вот каким подробнее узнаем сейчас. Знакомьтесь, это Любовь Золотарева. Любовь, здравствуйте! Здравствуйте! Любовь, ну, о своем увлечении, мне кажется, лучше будет рассказать вам самой, потому что для меня это что-то новое, а еще сложнее, наверное, будет даже выговорить, что это такое. Чем вы увлекаетесь? Я занимаюсь изделиями из лент. Называется рукоделие Цумами Канзаши. Цумами Канзаши. То есть, проще говоря, на наш язык это? Вообще, в переводе с японского означает «воткнутое в голову». То есть, раньше в Японии девушки очень любили создавать прически высокие с элементами цветов. То есть, шпильки, заколки, цветы создавались из атласных лент. То есть, это такое традиционное украшение для девушек в Японии, да, и это, наверное, целое должно быть искусство, раз уж это связано с азиатской страной, там не все так просто. И, скорее всего, это ручная, кропотливая работа. Но давайте, собственно, обо всем по порядку. Ну вот, вижу красивейшую работу, вижу мелкие детали, но пока не понимаю, с чего вообще начать, если вдруг кто-то, возможно, захочет когда-либо сделать это, собственно, ручно, да? Что это? Как, из чего это делать? Давайте попробуем сделать с вами сейчас. Хорошо, давайте. Для работы нам понадобится ободок. Простой, да, такой? Элементарная вещь продается в магазинах для рукоделия. Готовые цветы из фоамирана. А вот это, да? Тоже продается везде? Да. Хорошо. И сделаем остальные составляющие из ленты диаметром, атласной ленты диаметром 2,5 см. Ну, то есть, по сути-то, не так уж много и надо для этого. А вот здесь начинается все самое интересное, да? Потому что, глядя на эти мелкие детали, которые сейчас у нас лежат на столе, я думаю, боже мой, это же все нужно сделать собственноручно, подетально, правильно? Да. Начнем, наверное, с изготовления лепестков. Значит, берем ленту 2,5 см. Отмеряем по линейке 6 см. То есть, один лепесточек это 6 см? Нет. Нет? Итак, отрезаем ленту. И нам понадобится свечечка. Зажженная. Сгибаем листочек пополам, изнаночной стороной наружу. Отрезаем под углом. У нас получается такая заготовочка. Теперь нам нужно ее закрепить. Отправляем край над свечкой. И чтобы не обжечься, прижимаем щипцами. А, то есть, так нужно немножечко оплавить, да, краешки, и таким образом она склеивается. Да, лента атласная, она плавится. Ну, вот и получился у нас такой лепесточек. Чтобы у нас не был треугольничек обычный, да, мы еще раз подплавляем. Загибаем. У нас получается вот такой лепесток. А, все понятно. То есть, я еще думаю, это же изнаночная сторона, она такая матовая, она совершенно не блестящая, да. А на самом деле, когда мы его прожмем, лепесточек вот так, то у нас лицевая-то сторона, вот она, она, да. Получается вот такая красота. И вот таких лепесточков сидишь и делаешь неимоверное количество. Большое количество. Вот здесь их очень много. Итак, то есть, просто ленточку 6 сантиметров делим пополам, отрезаем, получается, по диагонали, да, по диагонали, вне зависимости, под каким углом, да? Ну, это на практике все, кому какой нужен. Да, то есть, поуже, значит, берем угол поменьше, да, пошире, если взять, он будет широкий. Да. И, соответственно, вот так краешки опалили, склеилось, и лепесточек готов. Хорошо, с лепесточками мы понимаем. Далее у нас понадобятся вот такие вот цветы, также сделаны из ленты. То есть, у нас лепестки сделаны из ленты, и внутрь вклеены тычинки. Так, то есть, у нас есть лепесточки здесь тоже, да? Тоже покажу вам, как делается. Так же берем атласную ленту 2,5 сантиметра, отрезаем по линеечке 2,5 сантиметра. Слаживаем. Итак, один кончик к центру, и другой конец к середине. К середине. Зажимаем пинцетиком и оплавляем. У нас получается вот такое вот. Теперь нам нужно сделать форму лепестку. Также подплавляем. У нас получается вот такой лепесток. Очень интересно, что, да, вот вы когда оплавляете, ленточка сама начинает как-то под воздействием тепла, да, так ложиться, с неровностями такими некими, да, и это прямо очень похоже на настоящий лепесток, да? Мне кажется, одинаковых, идентичных получиться не может никак, да? Да. Для одного цветочка используем примерно 7-8 лепестков. Значит, начинаем с тычинок. То есть нам нужно воссоздать, так скажем, цветок, сделать его более натуральным. У каждого цветка есть тычиночки. Значит, вот берем, изначально тоже покупаются в канцелярских магазинах для рукоделия. Значит, сплавляем, берем клеевой пистолет, склеиваем их между собой. Руками, не боясь горячего клея, да, любовь делает. Уже, видимо, с опытом пришло, да, не реагируешь. Нет, ну, обжигаешься, конечно, нужно аккуратней. Так. Далее берем лепесточек. Вот здесь, наверное, принципиально важен порядок, да? Потому что я смотрю, что у вас прям очень похоже это вот на пиончики какие-то. Но как складывать? Значит, тычинки наши сделаны уже в пучочек, собранные, да, в серединку. Лепесточком обволакиваем. Берем следующий лепесточек. Клеим внахлёст. И далее мы начинаем слаживать в шахматном порядке. То есть, чтобы пробелы вот эти вот между лепестками у нас закрывались следующими лепестками. Все понятно. Теперь я знаю, как собирать пиончики. Самое главное – это шахматный порядок, да? Да. И вот так вечерами вы сидите, да? Даже иногда уходя в ночь, не замечая, как проходит время. Сколько времени примерно уходит вот на создание такого ободка? Ну, здесь цветов я, например, вижу там, я не знаю, ну, штук 20, наверное, цветочков. Для создания цветов уходит часа два. Для сбора… В общем, если одним заходом, то это можно день просидеть. Это очень долго. Какая любовь у вас к своему увлечению, если вы готовы дней тратить на то, чтобы у вас получилось вот то, что вы хотели. А цветовая гамма – это вот все время такое должно быть, да, разноцветие? Или, в принципе, бывает и в однотонном? Этот ободок я делала на заказ. У меня доча выступает в вокальной группе. И им нужно было как раз разноцветие. Разноцветные костюмы и разноцветный ободок. А вообще в традиционных, вот японских, если мы посмотрим на картинки, там все тоже такое яркое и пестрое, да? В основном красный цвет преобладает. Хорошо. Ну и, соответственно, если хотим побольше цветочки, то нужно постараться, правильно? Побольше лепестков и увеличиваешь объем, да? Ну и размер лепестков. То есть цветы бывают разные. Да. Ну, соответственно, просто с лентой экспериментируешь, да? Берешь не два с половиной, как мы взяли, да? А, соответственно, больше. То есть можно и пять взять сантиметров? Вообще лента идет два с половиной и пять сантиметров следующая. Вот именно атласная лента. Из пятисантиметровой ленты можно экспериментировать. Вот как оригами, японское тоже искусство, да, слаживание. Делают различные формы из бумаги. Здесь также из атласной ленты можно путем слаживания создавать разные цветы. А далее сборка. Самое главное, вот теперь все это дело как-то нужно же перенести на ободок, не испортив вид при этом, да? Да. Значит, нам нужен ободочек, как я уже говорила, да, простой металлический для основы. То есть для нашей основы, поля, куда мы будем наклеивать наши цветы, нам нужен фоамиран. И заранее я отметила два с половиной сантиметра, толщина нам нужна. Отрезаем. Режется он легко. А, вот эти цветочки тоже сделаны же из такого же материала, да? Но это у нас готово. Да. Очень тоже много времени занимает изготовление из фоамирана. Это отдельное искусство. На утюге рукодельницы делают. А, вот здесь, да? Приплавляют его, да. Значит, вот у нас получилась такая вот лента, да, два с половиной сантиметра толщиной. Обрезаем уголочки. Чтобы у нас симметрично получилось с двух сторон. Значит, берем наш фоамиран. Любовь, а с чего вдруг вы решили увлечься вот таким интересным видом рукоделия, либо искусства, да? Вот что вас к этому привело? Ну, потому что это действительно очень сложная, скурпулезная работа. Чего вам в жизни не хватало вопроса? Быть такой будет правильный. Занимаюсь я этим уже примерно семь лет. Да вы что? И не надоело еще? Нет. Каждый раз что-то новое, это достаточно интересно. Техники развиваются, каждый раз для себя что-то узнаешь новое. Заниматься начала я этим, потому что была в декретном отпуске. Целый день я проводила с ребенком, а вечером была измотана до нельзя, и мне нужно было как-то выплеснуть свою энергию. Раньше у меня была очень активная жизнь, и в 2014 году, когда родился ребенок, муж перевез нас сюда, и я в этом поселке совершенно никого не знала. Моя активная жизнь, она прекратилась. С переездом, да? Мне нужно было чем-то себя занять, потому что энергия плещет через край. Так, далее мы приступаем к оформлению лепестками. Значит, каждый лепесточек берем, смазываем клеем и приклеиваем. Это очень-очень интересно. И, собственно, мне кажется, даже можно и с ребенком сесть вот так вечером и сделать, да? Процесс не такой сложный, просто нужно контролировать, да? Потому что пистолет горячий, свечи, да? А так, мне кажется, здесь нет, это не необратимый процесс. Если немножко больше опалил лепесточек, так задумано. Правильно? Если здесь было 10, а здесь 15 лепесточков, то тоже так задумано, да? Значит, мы закончили половинку ободка, и сейчас я покажу вам, как мы будем дальше приклеивать наши цветы. Значит, берем цветы из фоамирана, ориентируемся по центру и в шахматном порядке начинаем клеить. То есть основа рисунка у нас будет как раз из этих цветов, из фоамирана. Ну, они объемнее, да, и так как-то совсем другие по фактуре, да? А, вот в чем дело. Вы видите, как нужно вот так вот, да? Не в один ряд, а немножко левее, правее, левее, правее, левее, правее, правильно? Угу. Фоамиран приклеивается достаточно просто, плавится. Какой-то, наверное, в составе прессованный пенопласт, что ли, плавится от горячего клея и приклеивается достаточно хорошо. Чего не скажешь про ленточки, да? С ленточками посложнее? А, да. Под ленту нужно тоже подобрать клей. Все методом проб и ошибок. Заполнили дальше пространство между этими розочками, мы заполняем нашими цветочками из лент. Чтобы у нас не было повторений по этой и по той стороне, чередуем их между собой. То есть, также на... Донышко нашего цветочка приклеиваем, наносим клей, приклеиваем их в серединку. А, то есть, чтобы они смотрели в сторону, да? Угу. А сколько у нас было лепесточков, цветочки-то? 7-8. 7-8. Это вот на такой размер цветочка готового, да? Да. То есть, как раз вот его хватает ровно по диаметру, да, где у нас пустота, да? То есть, был бы он побольше, он бы уже как-то по размеру не подходил, да? А здесь он прям так, как надо. Чередуем цвета между собой. Вот люблю я вообще декоративно-прикладное искусство, где сложно что-то испортить. Мне кажется, здесь настолько все будет красиво. То есть, если где-то лепесточек загнулся, смотрю в другую сторону, это нормально, собственно, да? Если где-то поменьше, где-то побольше, где-то размер вообще какой-то необычный, да? Это так тоже задумано, да? Ну, то есть, очень удобное такое увлечение, потому что, действительно, ну, не понравилось, ну, отклей, да? Оторви, переделай, переклей, добавь, краешки подожги. Ну, вот просто, ну, удивительно. Просто вот поэтому, наверное, вы часами-то и сидите, да? Спокойно сидишь, особо не напрягаясь, да? Да, весь стресс, который накопился за день, в спокойной, монотонной работе, уходит в никуда. Итак, Любовь завершила процесс склеивания цветочков, но не хватает изюминки, мне кажется, да? Нужно добавить нотки какие-то. Закончить наш ободок, в промежуточках вклеить лепесточки зелененькие. Да. Чуть-чуть добавишь, и все, и уже имеем другой результат. То есть, между цветочков, в некоторых местах добавляем еще наши лепесточки зеленые. Да. Добавляем селень. Получается таким образом. Теперь дополним наш ободочек вот такими вот тычинками. Как их делать, я уже показывала, да? У меня разных цветов белые, черные, фиолетовые. Завершающий этап создания нашего ободка – это приклеивание бусин. Ну, это вот так уже для шика, так сказать, да? То есть, можно бусины, наверное, в виде жемчуга, можно цветные, да? Полет фантазии здесь. Да. Мне кажется, такую красоту сложно, чем испортить вообще, да? Главное, не переборщить, наверное, с буйством красок. Да. Или наоборот, с однотипными красками. Ну, насколько позволит наша фантазия, так скажем. Получается вот такой вот ободочек. И еще в конце работы я приклеиваю… приклеиваю… Такую меточку, да, такую? Handmade. Обязательно нужно указать, что это все сделано руками, да? Хороший момент. Чтобы человек, который приобретает эту замечательную такую вещь, понимал, что это не просто какая-то магазинная вещь, а это сделано собственными руками. Сделано с любовью. Напыляем края, чтобы у нас изделие через какое-то время не приняло нежеланный вид. И приклеиваем посерединке. Все. Так, еще раз напомните, Любовь, как называется это искусство? Канзаши. Я даже не смогу повторить еще раз. Канзаши. Канзаши. Ну, вот такой интересный сегодня термин узнала я. Ну, а самое главное, посмотрела. И надеюсь, что мы смогли показать вам, дорогие друзья, что же это такое. Спасибо, Любовь, огромное. Спасибо вам за ваш талант. Ну, а мы не перестаем говорить, дорогие друзья. Творите, созидайте, ищите себя в творчестве. Мне кажется, что оно есть в каждом из нас. Просто нужно лишь найти свое. Как это сделала Любовь много лет назад, когда переехала в Нижний Куранах. Нашла вот такое свое предназначение. Творить красоту. Вот такие ободки. Ну, а мы увидимся уже совсем скоро. До новых встреч. Любовь, еще раз вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok